Привет, с вами Юлия Клауд. Четыре месяца назад мы побывали в калининградском вейп-шопе вейп-студио. И за прошедшие месяцы магазины под этим брендом успели открыться действительно по всей стране, начиная буквально от Калининграда и до находки. Как так получилось, на этот вопрос нам ответит Юрий, управляющий франшизой вейп-студио. Привет, Юр. Привет, Денис. С чего все началось, почему вейп-студио решило начать франчайзинг? На самом деле мы открыли магазин, небольшой такой комодик, как это было сказано. Мы увидели, что он растет, людей все больше идет. Мы переоткрылись, и когда мы открылись, и наши, видимо, фотографии, еще запросы в интернете начали смотреть на наш сайт пользователя. Тогда нам начали писать цены, спрашивать из других городов, можно ли у нас закупаться, можно ли. Потому что, наверное, думали, что Калининград в Европе находится, и у нас какие-то свои. И потом мы поняли, что люди спрашивают, они спрашивают, когда в их городах будет. И мы просто начали предлагать знакомым, некоторые сами начали написать и говорить, мы откроемся. Таким образом, мы за 4 месяца выросли до 11 городов и 12 магазинов. Уже 11 городов, перечисли хотя бы некоторые из них. Ну, это Калининград, это находка у нас, вот крайняя точка, если по периметру брать. Это Краснодар, Сочи, Челябинск. Сейчас ближайшие 3, которые открываются, это Великие Луки, Архангельск и Ставрополь. Смотри, вот, допустим, такая ситуация, я хочу открыть вейп-шоп. Допустим, я живу в Караганде или в Минске, или, ну, в любом месте в СНГ, да, не в Российской Федерации. Я могу это сделать? Да, конечно, очень много пишут с Алматы, с Павлодара, это Казахстан, с Белоруссии и с Минска пишут. Люди интересуются, рынок вейпинга растет быстро очень, поэтому мы открыты вообще к любому сотрудничеству на территории СНГ, хоть вы из Кыргызстана, вот, хоть вы из какой-то маленькой деревушки, там, под Алматой. Поэтому звоните, пишите, и мы, то есть, переговорим вообще, потому что это магазины, и они индивидуальные от населения, от всего. Поэтому, как раз вот про индивидуальность, смотри, я уже выбрал место, да, там, где я живу или куда-то приехал, неважно. Обязательно ли мне делать по, ну, вейп-шоп по общему проекту, или я могу что-то сделать индивидуально, там, какую-то свою стилистику, там, не знаю, звезды налепить на стены в таком духе? Ну, смотри, главное, это что во франшизе, чтобы узнаваемость была, если узнают в другом городе, то они к тебе, в твой магазин, в твоем городе. И мы выдаем рекомендованную стилистику, там, лофтовую, да, с деревянным логотипом, с наружной обклейкой, примерно одинаковая. Но, тем не менее, надо понимать, что помещения разные у всех, и материалы, и финансовый бюджет тоже разные. Мы это все понимаем и учитываем. Но общий концепт, он должен придерживаться. Грубо говоря, такая философия некая, мы ее придерживаемся. Для того, чтобы это сами люди зарабатывали. Тут уже непонятно, зачем нужно что-то придумывать, если уже люди зарабатывают благодаря этому дизайну и стилю. Ну, то есть, на узнаваемость. Да, да, да. То есть, каждый магазин помогает другому в узнаваемости, в медиаприсутствии, вконтакте, в интернете. То есть, это взаимовыручка такая. Допустим, я определился с проектом. Если у меня возникнут какие-то проблемы, уже когда я открою свой веб-шоп или при открытии, сможете ли вы как-то помочь? Да, конечно, у нас консультация идет вообще круглосуточно. Вот, например, с находкой, разница с Калининградом 8 часов. И поэтому помогаем всегда. Какие-то вопросы, допустим, можем решить только днем, да, какие-то ночью ввиду того, что спим, не можем увидеть просто, да. А так всегда отвечаем, то есть, помогаем, потому что, ну, это нам же интересно, чтобы люди зарабатывали. Потому что, если люди зарабатывают, тут идет эффект, и мы тоже зарабатываем благодаря ним. Я понимаю, что цены, наверное, будут примерными, но сколько мне нужно вложить денег? Ну, смотри, вообще, чтобы с нами начать работать, да, это 30 тысяч рублей, ты получаешь сразу доступ к нашим наработкам, ко всем, дизайну, оклейки. Самое главное, что ты получаешь, это скидки у поставщиков. Вот, и вообще, к нашему опыту ко всему, к управлению магазином, к документации, юридическим обоснованиям, как открыться все по пунктам, у нас все это есть. Гайдлайны различные, там, по ремонтам, по продвижению в соцсетях, это все есть. Но надо понимать, что ты на себя берешь обязательство открыть магазин в городе. И нужно понимать, что у тебя есть бюджет определенный, в который надо уложиться. И, допустим, есть закуп, да, это нужно смотреть из размеров твоего магазина, это нужно смотреть, где он будет находиться. Вот, и есть второй момент, это само помещение. Ремонт нужно сделать и выдержать нашу стилистику. Там она говорит, мы не строго, у нас очень гибко ко всему подходим, но, тем не менее, ее надо выдержать, и она может стоить. Например, стойка трехметровая, ее, как правило, надо соблюдать. Стойка, кстати, барная, да? Да, барная стойка, да, со столешницей. Вот сделал я вайп-шоп, а что я туда поставлю, да, какие жидкости, какие девайсы, могу ли я завести что-то свое, и будут ли у меня проблемы при заказе от вас? То есть, там, допустим, я звоню, а вы мне говорите, у нас на складе ничего нет. Ну, смотри, у нас вот одно из самых главных преимуществ во франшизе, и, так сказать, фишка есть то, что у нас отгрузка идет не от нас, да, а от поставщиков. Там, по жидкостям 60 на 40, Atmos, там, Maxwell и другие топовые. То же самое и с производителями железа. То есть, мы даем контакты, мы их сводим, наш франчайзер получает скидку персонально, то есть от нас. То есть, у нас наш общий объем складывается, он получает скидку и может выбирать все, что угодно. То есть, если он заметил какое-то движение в каких-то жидкостях раньше, чем нас, он может сам спокойно заказать и поставить. Или, например, город он поставил в таком районе, где, допустим, идут премиум жидкости, да, он может заказать больше преимок. Или, наоборот, он поставил в районе, где берут, например, такой ниже сегментом. То это очень гибко и удобно, что человек свободным себя чувствует, и он хозяином своего бизнеса. В отличие от других франшиз, где он зажат в какие-то матрицы, он не может контролировать свой бизнес. А города-то все разные в России, но у нас здоровая. То есть, с девайсами та же самая, да? То есть, если где-то, допустим, на одну, другую... Да, то есть, это у нас самый... Вообще, мы уклон делаем на самые простые девайсы, то есть, ходовые, чтобы человек спокойно взял и начал парить сразу. То есть, не погружаем его в мехмоды. Но, тем не менее, если народ начинает спрашивать, мы тут же это заводим и смотрим на реакцию. То есть, это вы тоже можете заказывать у различных производителей. Еще раз говорю, строгая матрица ассортиментная вообще нет у нас. Как лучше всего будет нашим читателям, подписчикам, зрителям вас найти, да, тем, кто заинтересовался и понял, что, блин, я хочу открыть лейкшоу? Ну, в каждом городе, в котором мы находимся, мы есть ВКонтакте, там, вейп-студия Челябинск, вейп-студия Калининград. На каждом из магазинов у нас наш логотип висит растяжка, большая электронная альтернатива. Вот, поэтому найти нас легко. А если кто-то хочет поговорить уже о сотрудничестве и стать членом нашего, так скажем, клуба, нашем франчайзе, то есть специализированный сайт, где конкретно все вам расскажут, объяснят и как с нами связаться, все подскажут. Это здорово, потому что вейп-шопы, благодаря этому, появляются в городах, где раньше стояли только маленькие варьки, а сейчас у людей появляется доступ к действительно замечательным жидкостям и девайсам, и появляются места, где они могут проводить время и просто бросать курить. Вот, поэтому, Юр, спасибо большое. Вот, удачи, успехов в развитии. Спасибо вам тоже. С вами был Юлия Клауд. Как всегда, подписывайтесь на нас во всех соцсетях, ставьте лайки. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok